Приветствую вас. Вы знаете, вот я прочитал ваш вопрос, я прочитал ответы к нему и понял, что тогда, вот вы знаете, довольно сильно дискуссия образовалась. Кто-то говорит, что нет, парень у вас не гей, кто-то говорит, что вы сами о себе не думаете. Вот, например, первый эксперт вообще задает такой вопрос, сидит он, ну и что, а вы думаете о себе. Вы знаете, я понимаю, что вас волнует ситуация, я понимаю, что вас она беспокоит, я понимаю, что вы думаете о том, возможно ли у вас отношение с этим человеком. Ведь если он, например, действительно гей, то вам будет с ним тяжело. Если он действительно гей, то вы не сможете с ним выстраивать отношения. Я понимаю, что вас это очень сильно волнует. И чего уж там скрывать, это вас не может не волновать. Это нормально, что вас это волнует. Это правильно, что вас это волнует. Вы действительно хотите узнать, чего вам ожидать. Но, к сожалению, я должен вам сказать следующее. Что для того, чтобы понять ориентацию вашего мужчины, для того, чтобы ее как-то вот идентифицировать, нужно с ним разговаривать. Ему нужно обратиться к сексологу, для того, чтобы именно этот специалист, сексолог, помог мужчине, ну, скажем так, найти себя. Помог мужчине, ну, скажем так, обрести себя. И вот это было самое правильное решение. Вы заметили, что мужчина, ваш мужчина сидит на определенных сайтах знакомств. Вы заметили, что мужчина общается на этих сайтах знакомств. И, вы знаете, именно в этой ситуации, вот в этом конкретном случае, я бы вам порекомендовал, знаете, что сделать. Поскольку ответить на вопрос, там, гей ли ваш мужчина или нет, мы не можем, то, ну, я надеюсь, вы вот понимаете, да, почему мы не можем этого сделать. Вот. Значит, поскольку мы не можем ответить на этот вопрос вам, мы можем сказать, что можно сделать вам, для того же, чтобы, ну, ситуация немножечко как-то нормализовала, да. Вот. Значит, первое, это понять, что вполне возможно, что поведение вашего молодого человека является таким, является таковым, потому, что это компенсационное поведение. Если говорить о компенсационном поведении, то важно здесь сразу сказать о том, что он как бы не является мужчиной, в смысле, не является как таковым геем по своей природе. То есть, у него отсутствует вот эта вот, ну, как бы, природная тяга к этому. Но, что есть? Есть неуверенность в себе, есть потребность в том, чтобы, ну, например, любить и быть любимым, допустим. Есть стремление как-то реализоваться, есть стремление как-то проявлять себя, да, как-то что-то делать и так далее. То есть, есть в нем вот эта вот потребность. И если человек видит, что с вами, например, у него не получается этого, этого, с вами у него не получается быть мужчиной, то он сразу сомневается в себе, сомневается в своих силах, думает, а вот вдруг у меня, например, не получится, а вдруг у меня, я там не смогу быть с ней мужчиной, и, соответственно, она во мне там разочаруется, например, и я окажусь брошенным. Я не хочу быть брошенным, и, собственно, вот это вот нежелание мужчины быть брошенным как раз и движет им в данном случае на то, чтобы сблизяться с мужчиной. Он это делает потому, что боится, что вы от него уйдете, боится, что вы его бросите, боится, что, ну, у вас с вами не получится, не получится ничего. Не получится ничего из того, что он бы хотел. Вот это мне, мне думается и является основной причиной. И, соответственно, для того, чтобы вам проверить, насколько ситуация серьезная, вы дайте мужчине понять, дайте мужчине почувствовать себя рядом с вами таковым, ну, таковым. То есть дайте ему почувствовать себя с вами мужчиной, как он этого хочет. Либо наоборот, если вы чувствуете, что он не желает брать ответственность за вас, за вашу пару, то дайте ему возможность, дайте ему возможность, как бы, проявить себя с вами, дайте ему возможность занять ту позицию, которую он хочет. И вот тогда, и вот тогда, у вас будет возможность увидеть, хочет мужчина быть с вами. Или, все-таки, он связан, как, ну, больше тяготеет, и именно, ну, именно тяготеет, как, связан с мужчиной. Это то, что вы реально можете сделать, это то, что вы можете, как бы, осуществить, это то, что в ваших силах. Ну, а если вы увидите, что мужчина все-таки не отвечает вашим требованиям, если вы увидите все-таки, что мужчина не может дать вам того, что вы хотите, не может дать вам того, что вы, в чем вынуждаетесь, как женщина, то здесь я бы хотел сказать такую вещь, что... Ну, собственно, здесь я бы хотел рассказать так, что если мужчина не может вам дать того, что вам нужно, то это однозначно, однозначно обосредует то, что вы с ним не подходите друг к другу, как пара. И здесь не столь важно, например, здесь не столь важно, в какой ориентации человек на самых задеек. Здесь куда важнее именно ваше отношение в паре. И думать вам необходимо именно в этом ключе. Может вам, мужчина, да, то, что вы хотите в отношениях? Может вам, мужчина, быть для вас тем, кем вы хотели бы видеть рядом с собой? Может ли вам, мужчина, быть тем партнером, которого вы хотели бы видеть рядом с собой? Вот на этот вопрос ей нужно ответить. И именно его, этот вопрос, нужно в первую очередь выяснить. А дальше уже будет все понятно. Дальше уже будет, как бы, видно, если у вас будущее или нет. Проблема молодого человека, проблема молодого человека, они решаемы. Но они решаемы только в том случае, если он сам захочет. Они решаемы только в том случае, если он сам пожелает их решить. Сам обратится к психологу, к сексологу, проработает свои проблемы и прочее. Но если он этого не хочет, то вам можно и нужно ориентироваться только на своих желаниях, на свои потребности, на свои ценности. С этим все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.